в общем у меня вырубился прямой эфир только что потому что я телефон заглючил короче ну так вот смотрите видите вулкан достопримечательность в японии самая это самая высокая гора которая достигает 3773 метра высоту извержение вулкана было здесь 1773 по моему последний раз и когда извержение вулкана весь вся япония была в пепле прям слой пепла был вот и после этого вулкан больше не извергался и вот он стоит такой красивый вот и все хотят это увидеть сфотографировать посмотреть еще есть очень красивые места какая цель в японии у тебя в смысле у меня нет цели я приехала сюда отдыхать мой мужчина здесь работает я здесь отдыхаю все все просто хорошее качество наушниках да хорошее качество я когда работала ездила по гастролям работала диджеем у меня такие были наушники лимитированные купила их дубаи вот и они у меня черные вот а эти такие штука белые но они хреновые для тех у кого длинные волосы потому что когда их одеваешь и снимаешь здесь полосы путаются и потом больно отрывать чего я раньше на улицу не вышла здесь так хорошо здесь кстати знаете сколько градусов здесь 13 но сегодня ветрено а и у нас кстати здесь мы сейчас просто уехали из японии мы уехали из токио и где-то в час езды на машине от токио и здесь рядом аутлет просто в 10 минутах от меня в японии строже отбор модели чем в европе я не знаю я не модель посмотрите на меня куда мне до модели здравствуйте здравствуйте хорошего дня и вам хорошего дня у нас уже начало третьего дня мы уже пообедали объелись так что тяжело ходить я говорю я расстегнула штаны я пожирнела жестко у меня просто живот вываливается и шутка влитвиси надо идти в спортзал а в спортзал эти лень спать не хочу не хочу и удивительно что я не хочу спать потому что мы только вчера прилетели вот и как мы уже вообще четко вошли в часовой пояс то есть я проснулась сегодня в 8 утра без будильника а в москве было два часа ночи когда я проснулась в 8 утра вот поэтому как-то мы вошли в ритм пользуешься лосьонами от виктории секрет слушайте накупила много этих лосьонов много спреев для тела я не пользуюсь в спреи очень сильно пересушивают кожу они прям такие спиртовые какой у меня рост и вес у меня рост метр шестьдесят восемь а вес я не знаю какой сейчас когда я улетала мой вес был пятьдесят один килограмм сейчас я не знаю у кого вы делаете прически в смысле прически укладку я делаю сама а вот сейчас я не должен кстати мало народу потому что на вскоре 8 утра нормально кати познакомься с японской девушкой приезжайте сюда знаете сколько тут японских девушек просто что не девушка то японская планируйте певческую карьеру или свой блог на ютубе я пока ничего не планирую и вообще не пока я ничего не планирую а вообще ничего не планирую никогда в жизни у меня так жизнь протекает сегодня так завтра по-другому поэтому планировать это не про меня что со мной за блондинка это света она с нами часто летает вы ее уже наверняка не раз видели кать покажи как делаешь укладку объем хорошо покажу через знаете когда сниму через два дня я буду снова в токио мы просто на два дня за город в токио уехали за город в токио как правильно сказать говорят же подмосковье а тут под таковье гостиницы еда дорого гостиницы вы можете посмотреть на букинге вот еда тут недорогая тут вообще ничего тут просто цены офигенные тут недорого тут классно тут колоритно тут офигенно тут клевая погода тут добрые люди токио не сравнится с китаем в китае все китайцы грязные везде мусор в токио такого нету японцы очень сильно отличаются от китайцев они по общению и в принципе в целом больше похоже на европейцев по поводу перелета дорогой или перелет смотря во-первых во-первых вы можете посмотреть билеты на скайканере или там я не знаю на сайте вот посмотрите в интернете сколько стоит перелет и опять же смотря чем лететь если экономом лететь это будет в десять раз дешевле чем бизнесом есть еще по моему между бизнесом и экономом как-то называется класс типа премиум эконом что-то такое короче вам просто нужно посмотреть сколько стоит перелет смотря где в китае жить может быть я была в гонконге нам вообще не понравилось на картинках так красиво на пике виктории тоже очень красиво смотреть на гонконг сверху а внутри по моему грязь ничего интересного нет рестораны все находятся в этих забыла слово блин где в помещениях в зданиях в этих бизнес центрах вот покажи где стоишь вот где я стою видите какая у нас клевая погода ой вообще круто я так я просто ненавижу зиму не люблю снег мне холодно постоянно ой прям вообще не люблю зиму и я безумно радуюсь когда вижу зеленую траву цветущие деревья солнце для меня это просто счастье что за помада на губах ребятчики посмотрите пожалуйста мой прямой эфир в который я выходила в который я выходила буквально час назад я даже показала вам эту помаду я не знаю как она называется но я сохранила прямой эфир там показала где что это за сережки что это за помада что за карандаш на губах отлично выглядишь впрочем как всегда спасибо так ну что вам еще рассказать тут что-то все гремит у нас два часа дня начало третьего дочка моя в москве она в школе им нельзя сейчас пропускать четвертый класс потому что во-первых заканчивается четверть нужно получать хорошие оценки и во-вторых нужно готовиться к выпускному так как в четвертом классе у них выпускной и в третьих у нас экзамены в школе вот и возможно кстати что это будут ее это будет последний выпускной в москве потому что скорее всего мы переберемся жить в европу и уже в принципе присмотрели школу вот ходили туда поговорили с директором кстати знаете вот я была в европейской школе куда мы собираемся отдать ребенка просто так все отличается от московской во-первых у них нет перемен ну у них там есть перемены чтобы прибежать сроком урока во-вторых у них обеденный перерыв у них нет вот этой пятнадцатиминутной там двадцатиминутной перемены что дети бегут чтобы быстро перекусить там у них ланч с двенадцати до часу то есть целый час они могут просто делать что они хотят у них там летняя веранда то есть свой выход ну реально прям все отличается потом в четырнадцать лет дети выбирают себе профессию в четырнадцать лет они выбирают не слышно да меня в четырнадцать лет дети выбирают себе сами профессию их направляют в определенный класс они набирают баллы вот если у тебя крутые баллы там определенный балл нужно набрать ты можешь поступить в любой крутой университет даже в Оксфорд вот и еще ну вообще это короче мы вообще с моим мужчиной в тиком восторге от европейских школ поэтому девяносто процентов что Ника у нас перейдет учиться туда а куда именно в Европу я пока не скажу вам вот как переедем тогда вы и узнаете секрет еще конечно в европейских школах вот мы смотрели русскую школу в Европе но там вообще мест нету вот и там основная часть предметов все равно на английском языке а там куда мы хотим поступать куда Николь мы собираемся точнее отправлять чтобы она поступала там проходишь тестирование по предметам а второе тестирование по знанию английского языка если ты проходишь то ты поступаешь если нет как бы то нет но знание английского языка должно быть очень высокого уровня и кстати если Николь сейчас перейдет в школу в Европе дети идут в школу с 5 лет следовательно в ее возрасте дети уже идут в 7 класс не как в Москве но тут еще в Европе точнее не тут а в Европе обучение 12 классов у нас 11 а в Европе 12 ну прикольно 7 класс блин волосы влазь да и конечно же европейское образование не сравнится с российским вот даже мы знаете мы когда когда пришли выбирать школу директор школы нас встретил повел по кабинетам по классам у каждого своя полочка как в американских фильмах вот и мы зашли в класс музыки вот у нас в России да класс музыки это пипец вот чему учат два прихлопа три притопа все как бы дети на уроке музыки на полном расслабоне даже когда я училась в школе у нас музыка труд там готовка и физра все это такая халява то что ой сегодня труд можно его пропустить или сегодня там музыка могу на первый урок не идти допустим ну а чё так и есть вы согласны со мной а в европейских школах ну во всяком случае в той школе куда собирается поступать Николь там у них музыка то есть каждый урок допустим сегодня занятие на гитаре они обучают они поют песни Эд Шерона прикиньте они обучают детей как играть на гитаре все ноты вообще нереально там первый урок допустим на второй урок то есть на следующей неделе будет урок скрипки и там дети когда заканчивают школу умеют играть на всех музыкальных инструментах у нас такого нету конечно вот а в Москве ну а музыка фигня физра фигня труд ну пофигу такая халатности детей к этому приучают то что можно что-то прогулять такая подача предметов если предмет серьезного люди преподают преподаватели то ребенок не скажет что фигня можно прогулять так рассуждайте как будто вы в России и в Европе учились нет я рассуждаю и многие со мной согласятся я просто была и видела тестирование какое проходит у детей в европейских школах и у меня есть знакомые есть подружки дочка закончила европейскую школу и учится сейчас в Оксфорде и понятно что я мама в конце концов у меня есть ребенок который учится в России и конечно же образование абсолютно отличается от российского европейское марка какая марка очков не поверите очки купила в Испании за 16 евро вот эти буду ли я еще работать ведущей конечно нет не буду я работать ведущей на доме 2 тем более если в России все так плохо в школах тогда почему в Великобритании пришла на советское образование ребят каждому свое я не говорю что в России все так плохо о боже как мы тут живем вы слушайте как бы и смотрите адекватно в мою сторону потому что я не говорю и не возмущаюсь я просто говорю что вот уроки музыки в Европе вы так обучают в России так не обучают все каждому свое так сколько сейчас времени я как этот точное время в Японии 14 часов 19 минут в России образование в России хорошее дисциплины нет и родители по-разному относятся вы знаете с этим можно спорить образование может быть и хорошее но и правильно девушка до этого написала что смотря как родители к этому относятся и как дети к этому относятся можно быть просто пофигистом по жизни и в принципе не учиться получать тройки но к огромному сожалению в нашей прекрасной России если вы не знаете а вы наверняка знаете люди которые окончили школу с красной медалью ну во всяком случае в моем случае во всяком случае в моем случае понимаете да офигенное у меня образование классный русский язык но не суть во всяком случае в моем классе есть были одноклассницы которые закончили школу с золотой медалью и я бы не сказала что они получили очень какую-то престижную работу и зарабатывают много денег это Россия что бы ты какие бы ты там я не знаю хоть ты с красным дипломом закончишь школу не факт что в твоей жизни будет все прекрасно и дальше что у тебя будет классная работа и все будет замечательно ты будешь ездить на последней модели мерседеса нет это не так у нас троечники двоечники людей которых выгоняли из школы просто там ну зато там имея богатых родителей да и связи сразу становятся там я не знаю там помощниками в госдуме а люди которые обычные простые да 99 процентов нашего населения получая красный диплом люди жалуются говорят у нас там плохая работа маленькая зарплата поэтому не знаю не знаю не знаю не знаю не знаю не знаю Катюш кто вы по гороскопу давайте сменим тему По-больному, что ли, ударила ее? Я рыба, гороскопа. Что за сережки? Сережки у меня, еще раз говорю, сережки мне подарил мой любимый на нашу годовщину. Сережки Мессика, фирма Мессика. Можете прогуглить. Они продаются в магазине Меркури. Меркури. Мессика. Там есть и кулоны, и браслеты, и вообще все, что хотите. Видите, есть они полностью в бриллиантах, есть просто вот с таким бриллиантиком маленьким одним. Я зуб сломала, и я зуб сломала, и вообще, у меня плохой диагноз. Просто жесткий. Я сломала зуб, ела колбаску, мягкую, между прочим. Вот, и сломала зуб задний за 2 часа до вылета в Японию. Хорошо, что у меня подруга стоматолог, я к ней прилетела просто с языком на плечах, понимаете, я летела к ней. Она мне поставила пломбу, и сказали, Катюха, в пломбу временная, как прилетишь из Японии, приходи, будем резать тебе десну, потому что ты глубоко сломала зуб. Будем резать десну, ставить пломбу, потом зашивать десну. Я говорю, спасибо, после этого я точно не приду, после такой информации. Расскажите нам, какой ваш мужчина без подробностей. Мой мужчина самый лучший. Это без подробностей. Детей обязательно вывозите из России. Сразу видно, русский человек написал. Детей обязательно вывозите из России. Всех просто собрались, и все выехал. Ты в Москве или на отдыхе? Я на отдыхе. Сколько времени в Японии? 23 минуты пятого. Какая ты хорошая. Спасибо. У вас детей... А, подождите. Какое образование у меня высшее. И я думаю вывозить детей из России. Катенька, привези масок японских. Кстати, вот моя дочь тоже попросила, чтобы я ей привезла разные японские маски, потому что у них сейчас, типа, в школе такая модная тема, как аниме. Вот. Но я вчера искала маски, буду сегодня их искать. Маски у них только черные и белые. А я думала, тут есть какие-то крутые цветные. Хотя сейчас у японцев спросила, которые с нами здесь находятся. Они сказали, что тут 36 цветов масок. И лучше всего их смотреть в аптеке. Поэтому... Может, я и куплю маски. Только они, видите, цветные, у них нет рисунков. А я почему-то подумала, что есть какие-то с рисуночками. Я еще Николь сказала, что есть с рисунками. Она так ждет. Ладно, с рисунками, походу, нет. У меня, кстати, ребят, садится батарейка. С нашим образованием мы в Оксфорд не поступим. Второго ребенка не собираешься родить? Конечно, собираюсь родить. И второго ребенка, и третьего ребенка. И это я говорю без сарказма. Потому что, когда я говорю, что я хочу и второго, и третьего, все думают, что я стебусь. Корейские маски с рисунками. Но мы не в Корее, мы в Японии. Вы знаете английский, как общаться в Японии на русском? Я знаю английский, и в Японии на русском, и на английском вы не сможете общаться. Тут три с половиной коллеги общаются на английском. Тут в основном все общаются на японском языке. Какие там цены? Посмотрите. А, я вам не показывала цены. Я вам покажу, какие цены. Цены невысокие. А розыгрыш прошел? А нет. А розыгрыш еще не прошел, он будет проходить завтра. Последний день розыгрыша. Поэтому, кто не подписался на мои подписки, обязательно подписывайтесь. Потому что завтра я разыграю много подарков, которые уже, кстати, у курьера. И он ждет, когда я назову победителя, чтобы вам это все доставить. Вчерашняя маска... Вчерашняя маска дала эффект вам. Вы знаете, я не поняла маску вчерашнюю, но с утра я проснулась и поняла, что мое лицо стало фарфором. Как ни странно. Вот. Но я ее потеряла. Мы переехали в другой отель, и я не знаю, может, она в чемодане, хрен ее знает. Я, конечно, не согласилась. Собрала чемодан и не смогла ее найти. Может быть, не знаю, мой мужчина ее закинул в чемодан, хотя он сказал, что он ее не видел. Здравствуйте. А как еду заказывать методом тыка? Ну, в ресторанах они еще более-менее знают, что мы хотим. Но это если вы в центре Токио, и там, конечно же, много туристов. Вот. Там есть мне на английском языке, а есть на японском языке. Я имею в виду, что в магазинах мало кто говорит на английском, но такие простые фразы, типа, я не знаю, там, пальцем покажете и скажете это, мне это надо, они поймут. Вот. Но если вы спросите, есть ли еще какие-то цвета этого предмета, они это точно не поймут. Вот. И... И что еще? Мысль моя улетела. А, ну вот, в ресторанах плюс-минус вы сможете объяснить, заказать, даже методом тыком, потому что там все меню... да, кстати, не во всех ресторанах вру. Не во всех ресторанах говорят по-английски. Методом тыка там все с рисуночками и английскими, все, пальцем тыкайте, показывайте, вам приносят. Вот. В магазинах мы были в аптеке в последний раз, когда были в Японии, предпоследний раз, точнее, когда были в Японии, зашли в аптеку. Я хотела купить крема. Я их купила, тоже методом тык купила, потом подошла девушка-продавщица, она начала говорить по-английски, мы офигели, что просто нам Бог ее послал, потому что на косметике японской не написано сзади расшифровку на английском, то есть там все на японском, эти иероглифы непонятные, то есть нужно, ну, как бы, тоже берете, просто, просто берете, там все тоже нарисовано, тем не менее, например, я не знаю, кстати, вот еще маску взяла, я не знаю, с каким она эффектом, там написано черный жемчуг, все, как бы, хер знает, что он делает, подтягивает она лицо, увлажняет, не знаю, просто взяла, попробовала, потому что японка набирала столько этих масок, с коробками все складывала, в корзину, поэтому, не знаю, как общаться здесь, но мы тут общаемся между собой, сейчас, подождите секунду, ребята, у меня 2% осталось на телефоне, я пойду его подзаряжу и снова выйду в прямой эфир, потому что я, походу, тут надолго зависла, и мне, в принципе, делать нечего, и времени много, времени много свободного, вот, поэтому я немного подзаряжу телефон и снова выйду в прямой эфир. До встречи!